Курорты Греции Курорта Салоники Полчаса увлекательный переезд на пароме И вы оказываетесь на острове Тасос Об этом острове сегодня и будем с вами разговаривать Действительно, остров привлекает большое внимание Это и голубизна морской воды Это изумрудная зелень растительности Это яркие цвета солнца Это белоснежные мраморные скалы И все это остров Тасос Тасос может предложить туристам отдых на любой вкус Любители истории найдут на острове памятники архитектуры Например, в самом городе Тасос Можно увидеть Акрополь, Древнегреческий театр Можно увидеть, побывать в музее города Тасос Этот музей считается одним из лучших периферийных музеев Греции Действительно, очень богатая экспозиция Любители пляжного отдыха тоже не останутся равнодушными Понежившись на разнообразных пляжах острова Есть разные пляжи И галичные, и песчаные Есть даже мраморный пляж Гурманы могут отведать различные блюда местной кухни В многочисленных тавернах у моря Это будут по большей части блюда из морепродуктов Могут подняться в горы и там попробовать блюда из козлятины, баранины Можно отведать местного вина Это вино известно еще с древности Его по преданиям поставляли ко двору самой Клеопатры Кстати, все эти изыски местной кухни Все эти прелести греческой кухни На острове Тасус можно попробовать совсем по низким ценам Что очень приятно Любители активного отдыха могут без труда подняться на самую высокую гору Острова Тасус Она называется Ипсарию Ее высота 1203 метра И оттуда открывается дух, захватывающий вид на морское побережье Также можно совершить увлекательное путешествие на прогулочной яхте Попробовать себя в подводном плавании Ну а молодежь, в свою очередь, найдет чем заняться Ночью во многочисленных барах, клубах острова Они находятся в основном на севере и на юге Тасуса Можно также отметить новизну этого направления Действительно, русскоговорящие туристы на острове появились всего лишь два года назад До этого остров посещали в основном англичане, немцы и гости из стран Балкан Общая площадь острова составляет 378 квадратных километров И протяженность пляжей этого острова 115 километров У него довольно необычная форма, интересная форма Она круглая, то есть остров почти круглый 22 километра с запада на восток и 25 километров с севера на юг Население острова порядка 14 тысяч человек Считалось в древности, что этот остров является островом Сирен Они заманивали путников своим пением И моряки навеки оставались во власти Сирен Об этом говорил автор Одиссеи Гомер Мы все знаем об этих милых существах именно из Одиссеи Гомера И вот Гомер утверждал, что Сирены жили именно на острове Тасус Уже в древности люди заметили все достоинства этого места Естественную красоту, замечательную природу Острова Тасуса было очень большое количество названий И эти названия как раз-таки отражали все достоинства этого места Например, называли Тасус Аэрией Аэрия – это значит воздушное Называли этот остров Этрия Это значит безоблачное А еще было название Хриси И это значило золотая Действительно, на острове в одно время очень активно велись разработки золота Геродот писал, что Тасус был сыном Агенора, финикийского царя По преданию, история обнаружения и открытия этого острова связана с любовными приключениями Зевса Зевс в очередной раз выжилал смертную женщину Он выжилал Европу, дочь того самого Агенора, царя Финикеи Превратившись в быка, он похитил Европу и спрятал ее на острове Крит Спрятал ее от всего мира Тогда Агенор приказывает своим сыновьям найти пропавшую дочь, где бы она ни была И вот здесь версии мифа расходятся По одной версии Тасус был сыном Агенора По другой версии он был внуком Агенора Трое старших сыновей начинают поиски И поиски их так и не завершились успехом Даже совет Дальсийского оракула им в поисках не помог И тогда то ли сын, то ли внук Тасус тоже отправляется в путь Он обыскал много мест в Греции Так и не нашел Европу И в итоге он пребывает на остров, который очаровал его своей природой и красотой Тасус боялся вернуться к Агенору без Европы К тому же он очень был измотан долгими путешествиями И поэтому он решает остаться на этом острове Ну а остров впоследствии и получил его имя Остров Тасус И действительно первое время Тасус являлся колонией финикийцев Их там привлекали богатые залежи золота Ну а в 8 веке до нашей эры на Тасус приходят колонизаторы С другого греческого острова С острова Парос Паросцами на острове было построено очень много островов Настолько много, что население Тасуса в какой-то период стало составлять около 60 тысяч Не случайно Тасус тогда называли Афинами Севера Здесь велась добыча не только золота Здесь добывали медь Добывали мрамор Кстати, добыча мрамора ведется и по сей день Также было налажено производство вина Которую воспевали в своих произведениях древнегреческие поэты Остров стал настолько богат, что стал чканить собственную монету И монета острова Тасуса была известна по всему Средиземноморью Уже позже, в 5 веке до нашей эры Тасус был склонен к участию в военном союзе с Афинами Но это продолжалось недолго Очень скоро жители острова воспротивились этому подчинению Перестали платить дань Афинам Тогда афиняне разрушили города Тасуса Уничтожили весь флот острова В 404 году до нашей эры остров был завоеван спартанцами Но опять-таки ненадолго Вновь потом туда приходят афиняне и провозглашают демократию В 338 году до нашей эры этот остров был завоеван македонским царем Филиппом II Филипп II – это великий отец Александра Македонского Филипп II превращает это место в центр добычи золота и чеканки монет То есть тоже используют эти земли Ну а в 197 году до нашей эры местные жители встретили римлян как освободителей И действительно в римский период был восстановлен главный город острова Возобновляется торговля И начинается новая эпоха в истории этого острова С VI по X века остров являлся пристанищем пиратов Это были авары, это были сарацины, это были славяне В X веке только удалось Византии отвоевать Эти земли, но ненадолго, в XII веке остров вновь завоевывают пираты И местные жители до XVI века прятались высоко в горах Люди жили в пещерах, все прибрежные населенные пункты были разрушены и они опустили И долгое время все местное население пряталось в центре острова Остров Тасус был освобожден от турецкой власти только лишь в начале XX века И только тогда начинается современная история Но жителям пришлось пережить еще один период оккупации Это период Второй мировой войны Во время Второй мировой войны это была болгарская оккупация на протяжении трех лет И только в 60-х годах прошлого столетия начинается уже самостоятельная жизнь острова Только тогда начинает развиваться туризм на острове Тасус А действительно, для развития туризма на острове есть все предпосылки Это прекрасное место для отдыха по многим причинам Благодаря расположению острова, благодаря сочетанию вечно зеленых горных массивов, горной природы С большим количеством источников воды, а действительно, ключи бьют прямо из мраморных скал Благодаря всему этому на Тасусе сложился очень мягкий, комфортный средиземноморский климат Весь остров покрыт густыми лесами Эти леса состоят из сосен, из елей, из дубов, из кипарисов Леса острова Тасус были известны еще в древности И они занимают почти три четверти всей площади острова Тасус – это один из главных импортеров меда в Европе И на острове огромное количество разных магазинов, лавочек, которые предлагают разнообразие видов меда Да не только меда, различные варенья, джемы, все это можно там увидеть На острове также есть фабрики по производству оливкового масла И действительно, местные жители очень гордятся оливковым маслом, которое производится на Тасусе Есть фабрика, которую можно даже посетить Там функционирует музей, постоянная экспозиция И можно многое узнать о способах производства оливкового масла О сортах оливы и многое-многое другое Мы сказали с вами, что остров всегда был богат ресурсами И отметили, что на Тасусе добывали золото, добывали мрамор Добывали серебро, добывали медь и многие другие металлы Корабельный лес и белоснежный Тасусский мрамор вывозили с острова в Италию Ввозили в страны Малой Азии И на самом деле, даже в византийские времена В известнейший Софийский собор в Константинополе Для его строительства использовали мрамор с острова Тасус А сегодня мрамор Тасуса очень большим спросом пользуется среди арабских стран Например, в Объединенных Арабских Эмиратах, где очень активно ведется строительство Например, в Дубае мрамор огромными партиями уходит туда Ну а сейчас давайте назовем не просто общие какие-то характеристики острова А давайте назовем конкретные регионы острова Тасус Главные курортные городки На самом севере острова находится столица Острова находится город Лименос Именно туда прибывают паромы из порта Керамоти То есть он ближе всего находится к материку Когда-то он был центром древнего государства Тасусского А сегодня это столица острова Городок жизнерадостный, шумный С большим количеством кафе, таверн, баров, апартаментов Небольших гостиниц, вилл И это при том при всем, что населенный пункт совсем небольшой Если немножечко от побережья удалиться То можно увидеть древние руины Это останки площадей, храмов Это многие древние постройки И это все в самом городе Тасус Рядом с самим городком находится известный пляж Называется он Лимонаки Город Лименос, пляж Лимонаки Организованный песчаный пляж Пляж с очень удобным для детей пологим входом Кстати, пляж этот отмечен голубым флагом А если мы уже начинаем движение вдоль побережья острова В воображении своем опишем круг вдоль побережья острова Тогда следуем на восток И в двух километрах от столицы находится еще один пляж Это один из самых лучших и известных пляжей острова Это пляж Макриамос Это очень уединенный уголок Окружен он скалами с обеих сторон Песчаный пляж И на территории этого пляжа сейчас находится гостиничный комплекс С ресторанами, барами, таверной На территории гостиничного комплекса есть даже небольшой зоопарк С оленями, павлинами На расстоянии пяти километров от столицы Находится еще один пляж И это изюминка острова Очень необычный пляж Называется он Сальяра Это мраморный пляж Белоснежная мраморная крошка В сочетании с бирюзовой морской водой Действительно ослепительно красивы Далее, если следуем вдоль побережья Встречаем два населенных пункта Скала Панагяс и Скала Потамьяс Между этими двумя поселками Находится самый длинный организованный пляж на острове Называется он Хрисиамудья Значит, это золотой песок Этот пляж переходит плавно в другой Хрисиакты Золотой берег Пляжи эти отмечены голубым флагом Действительно, очень тоже удобный вход в море Песчаное дно Кристально чистая вода Ну а в самих поселках Скала Потамьяс и Скала Панагяс Большое количество тоже таверн Апартаментов Есть возможности для занятия различными водными видами спорта Есть оборудованные кемпинги Очарование этого места еще заключается в том, что над этими пляжами нависает гора Эпсарио То есть это такой особый колорит Ну а если подняться от этих городков выше в горы Там можно найти деревушку Панаге И она тоже привлекает внимание туристов Она привлекает внимание своей самобытностью Своим традиционным архитектурным стилем Своим уютом Крыши домов в этой деревушке Они созданы из камня Из сланцевых пород И образующийся узор Он очень сильно напоминает рыбью чешую Этот архитектурный стиль Характерен для многих горных поселков Греции Вот его там как раз таки В поселке Панаге можно увидеть В Панаге много Лавочек Которые как раз таки предлагают Ассортимент оливкового масла Меда Именно там находится музей оливкового масла То есть многие посещают этот поселок Именно с тем, чтобы ощутить местный колорит Если следуем дальше Вдоль побережья Встретим поселок Кенира Это один из самых красивых поселков На востоке острова Он известен еще с древних времен И весь близлежащий район Он полон археологических раскопок В Кенире очень густая растительность Из-за обилия источников воды Район очень быстро развивается Благодаря активному притоку туристов А туристов в этом месте привлекают Прекрасные пляжи Тоже песчаные пляжи С кристально чистой водой Самым известным пляжем Этого региона Является пляж Парадисос Это означает рай Пляж этот скрыт От любопытных глаз Для того, чтобы попасть на этот пляж На самом деле Сильно много препятствий Не нужно преодолевать Стоит просто спуститься По небольшой тропинке к морю И вы окажетесь на этом Укромном пляже Парадисос Особая красота этого места Это сочетание гор Которые нависают над морем А также островок Он находится в море Прямо напротив поселка Зеленый необитаемый островок Он тоже называется Кенира Уединенное тоже место На острове Тасос Привлекающее большое количество туристов Далее, если движемся на юго-восток острова Встречаем на своем пути Мраморный карьер Алики Это тоже одна из достопримечательностей острова Потому что там когда-то В античные времена Находился древний порт острова Тасос И оттуда отправлялись корабли С мрамором в далекие страны А сейчас это просто очень красивое место Там тоже оборудованные пляжи И визитная карточка этих пляжей Это тоже сочетание белого И ярко-голубого цветов Ну а самым красивым И бесспорно самое святое место На острове Тасос Это монастырь Архангела Михаила Этот монастырь стоит на высокой скале На самой вершине скалы Над морем Кстати, оттуда открывается Отличный вид на гору Афон Монастырь Архангела Михаила Как раз таки является подворьем Афонского монастыря Монастыря Филофея Монастырь этот существует уже более тысячи лет И там бережно хранят гвоздь От животворящего креста На котором был распят Иисус Хранят там также и другие святыни Это женский монастырь Очень красивое, очень уютное место Все посетители, все паломники Которые пребывают в этот монастырь Могут увезти с собой воду Из святого источника А по преданиям этот источник Появился от удара Который нанес по скале Сам Архангел Михаил И место это очень известно Среди верующих Многие пребывают сюда издалека Для того, чтобы попросить об исцелении Вот это святое место Удивительное место Тоже можно посетить Отдыхая на острове Тасус Ну а на самом юге острова Рядом с поселком Астриис Находится таинственное место Его называют Око Зевса Это необычный очень пляж На самом деле пляжем это место сложно назвать Скорее это бассейн, образованный самой природой в скалах Это скрытое от всех место Находится в трудной доступности Удобных автодорог туда нет Но самые любознательные могут прогуляться пешком Совершить пешее путешествие И искупаться вот в таком необычном бассейне с морской водой Далее, если следуем вдоль побережья Это мы уже выходим на юго-западное побережье Острова Тасус На юго-западе находится поселочек Потос Самый популярный Один из самых популярных среди молодежи Европейской, среди греческой молодежи Предназначен этот поселок для шумного тусовочного отдыха Действительно там очень много баров Есть несколько ночных клубов Далее, буквально в одном километре от Потоса Есть еще один пляж известный Называется он Пивкари Пивкари переводится как сосновый Пивка по-гречески это сосна Небольшой, но оборудованный пляж Очень известный Тоже с барами, тавернами А севернее лежит еще один крупный поселок Называется он Лиминария Это еще один центр отдыха молодежи Тоже жизнь там кипит и днем и ночью До утра Таверны, бары, дискотеки Вот Лиминария это второй по значимости Может он поконкурировать с Платосом Центр отдыха на острове Тасос Ну а на северо-западе острова находится еще один поселок Называется он Скалоприну И место это является вторым портом Тасоса Первый порт это городок Лиминас на севере столица А на северо-западе Скалоприну Туда приходят паромы из города Кавала Тоже очень красивое место Красивое по своей природе место Потрясающие пляжи песчаные Активно там строятся и строились крупные гостиничные комплексы И вообще стоит отметить, что на острове Тасос довольно свежая новая отельная база Что конечно же является большим плюсом при выборе места отдыха То есть Тасосу это конечно на руку Так что на острове Тасос можно просто порелаксировать Насладиться природой Можно попутешествовать Можно совершить экскурсии Можно уединиться с природой Можно активно отдохнуть Заняться активными видами спорта Так что остров предоставляет возможность для разных видов отдыха Надеюсь, что общее представление о острове у вас уже сложилось Спасибо всем за внимание До свидания До свидания